Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова сообщили в Анапской морской гидрометеорологической станции. Трагедия на одной из строительных площадок Анапы. Упал башенный кран. Один ребенок погиб, второй попал в больницу. Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На заброшенной строительной площадке в районе улицы Объездной играли несовершеннолетние дети. Судя по ветхости рельсов и самого башенного крана, стройка заброшенная, а сам кран давно не используется по назначению. В районе несовершеннолетних подростков в районе улицы Объездной города Анапа находились и исследовали башенный кран, демонтированный, находящийся рядом с жилым сектором. В результате чего конструкция башенного крана упала, и один из подростков получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, на месте происшествия скончался. Второй получил повреждение крово-голеностопного сустава, в результате чего был доставлен в Анапскую городскую больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Один из подростков погиб на месте, второй с переломом стопы находится сейчас в больнице, третий ребенок не пострадал. Следственным комитетом проводится проверка, привлечены контролирующие структуры, сотрудники Ростехнадзора и муниципальный контроль администрации Анапы. Вопросов много, почему стройка не охраняется, и как могли дети попасть на опасную территорию, и по чьей неосторожности, халатности и безответственности дети подверглись угрозе жизни. По данному факту, следственным отделом в настоящее время назначена техническая экспертиза данного грузоподъемного крана, изъято в строительной организации, техническая документация, относящаяся к материалам уголовного дела. Следственным отделом по городу Анапа инициирована проверка в порядке ст. 144-145, по результатам которой возбуждено в этот же день уголовное дело, по признакам преступления, присмотрено частью 1 ст. 109, причине смерти по неосторожности, восстанавливаются все обстоятельства, произошедшее лицо, возможно, причастное к совершению данного преступления. Заседание Комитета по финансам и бюджету муниципальной собственности и социально-экономическому развитию прошло в администрации города-курорта. Депутаты внесли изменения в программу по выполнению наказов избирателей на 2014 год. Согласно вступившего в действие 44-го федерального закона, увеличиваются сроки подготовки документов и проведения аукционных мероприятий. В связи с этим сроки выполнения работ по наказам избирателей тоже изменились. Изменения коснулись сроков выполнения работ по содержанию, ремонту и оборудованию социальных объектов муниципального образования, благоустройству населенных пунктов. Несены изменения в индикативный план социально-экономического развития муниципального образования. Положительная динамика развития у города-курорта сохранилась. При обсуждении отчета о выполнении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности, депутаты отметили слабую эффективность выполнения задач плана. Краевой закон, обеспечивающий безопасность детей 1539, называют детским. 21 июля 2008 года закон был подписан губернатором Кубани Александром Ткачевым, а вступил в силу 1 августа того же года. Ежедневно в городе и сельских округах дежурят рейдовые группы, в состав которых входят представители администрации и правоохранительных органов казачества общественности. Проверяют места массового скопления молодежи и контролируют, чтобы после 22 часов дети были дома под присмотром родителей, а не на улице. В Анапе и сельских округах дежурили 1260 рейдовых групп, выявили 110 подростков, нарушающих закон. На профилактическом учете отдела по делам несовершеннолетних 159 подростков. В этом году на учет поставили 36. Во время рейдовых мероприятий в вечернее время было посещено 322 семьи, состоящих на межведомственных профилактических учетах. Было проведено 416 дорадеснительных бесед с несовершеннолетними и их родителями. Более 200 родителей привлекли к административной ответственности. Профилактическую работу с подростками проводили представители организации «Молодежный патруль». Организация действует с 2008 года. В ее состав входят сотрудники управления по делам молодежи и студенты. На сегодняшний день численность «Молодежного патруля» насчитывает 303 человека. Со всеми выявленными несовершеннолетними в рамках закона и их родителями, членами «Молодежного патруля» проводятся разъяснительные беседы о действиях и нормах закона и о возможностях альтернативного времяпрепровождения подростков в вечернее время. Специалисты Управления по делам молодежи большое внимание уделяют пропаганде здорового образа жизни. Привлекают подростков и молодежь в спорт, культурно-массовые мероприятия. Я вижу инициативу проявляемую. Прежде всего, она не шаблонно действует, а вот есть изюминка в том, что каждому надо учиться в этом направлении работать. Во всяком случае, мы избавляемся от тех, я не побоюсь сказать это слово, негодяев, которые сегодня пытаются в вечернее время, да и вообще в дневное время, травить наших детей спиртными напитками. Рейдовая группа проверяли, где продают алкоголь, табак несовершеннолетним. В результате контрольных закупок на недобросовестных продавцов и нарушителей закона составили административные протоколы. Сотрудники ООД составляют на них протокол и передаем дело в Росалкорегулирование для приостановления деятельности данной лицензии. Материалы направили в суд. До курортного сезона осталось чуть больше двух месяцев. Отдыхать на курорт приедут несовершеннолетние из других городов и работа у рейдовых групп станет намного больше. Сергей Козлов поручил специалистам управления по делам молодежи, образования и культуры составить планы графики мероприятий и занятости подростков и молодежи на лето, чтобы каждый день был расписан в теории и интересен на практике. Погода, климат и вода в информационную эру. В марте 1950 года под этим девизом была образована Всемирная метеорологическая организация. Метеорологи всех стран профессиональный праздник отмечают с 1961 года. В Анапе тоже есть своя морская гидрометеорологическая станция. Метеостанция работает в Анапе с 1895 года. Наблюдения прекращались лишь во время Великой Отечественной войны. В следующем году отпразднуют юбилей – 120 лет. Елена Никулина – начальник гидрометеорологической станции. Работает здесь 16 лет. Профессию выбрала еще в восьмом классе. Поступила в Алексеевский гидрометеорологический техникум в Тульской области и приехала в Анапу. Где я только не пыталась поработать, то есть на других отраслях. Вот это вот родное, оно получилось мое. То, что я знаю, то, что мне дали в техникуме, то, что оно с опытом уже у нас накапливается. Накопленный опыт помогает, когда приборы не справляются. Зафиксировать все необходимые данные даже эти автоматические новшества не могут. По-прежнему для определения влажности природных явлений используют старые проверенные приборы. И, конечно, специалисты сами наблюдают за изменениями погоды. В основном погода на человеческом факторе срабатывает. Если наблюдатель увидел действительно, что идет, это зафиксировать автоматика не может. А уже наблюдатель, он действительно, если он опытный наблюдатель, он заметит то, что даже автоматика пропустила. Метеорологи ведут круглосуточное наблюдение за погодой. На основе этих данных составляют прогнозы и передают по всему миру. Специалисты проводят гидрологический анализ, предупреждают о шторме. Анапская метеостанция – одна из немногих в России, где специалисты проводят агрометнаблюдение. Мы наблюдения ведем за виноградом, плодовыми, то есть фенологические наблюдения, структуру урожая, влажность почвы, все это у нас идет. То есть это редко, какая у нас получается одна единственная станция, которая проводит агрометнаблюдение. Прежде всего, специалисты морской гидрометеорологической станции занимаются вопросами погоды, климата и воды. Информацию передают в МЧС, единую диспетчерскую службу в Институт береговой охраны. О себе говорят, у метеорологов не бывает плохой погоды, ведь погода – их работа. В Анапу пришла настоящая весна. На городских клумбах и в парках начали высаживать цветы. Биолы и розы открывают цветочный сезон в Анапе. Говорят, что раннее мартовское тепло ненадежно, но первые солнечные дни все равно как призыв к действию. Яркие анютины глазки всех цветов радуги дополнили солнечную картину первых весенних дней. Работники зеленстроя в центре города создают настоящую картину из цветов. Мы сейчас начинаем работы на площади администрации, высаживаем виолу в количестве 19 тысяч кустов. Также, как видите, мы ведем работы по ремонту газонной части на площади 3200 квадратных метров. На данной территории будет выставлен рулонный газон. Возвратные холода эти цветы не пугают. 19 тысяч ярких растений создают ковер всего несколько рабочих. В день каждый способен высадить до 3000 растений. А в сквере Протапова за один день дружно завершили высадку целой аллеи роз. Новый розари будет большим. 1100 кустов очень красивых чайно-гибридных роз, когда зацветут, станут настоящим ландшафтным фейерверком. И еще один новый розари появится на бульваре Аванесова. Всего в эти дни рабочий озеленстрой высадит около 2000 ароматных цветочных кустов. Таких розовых плантаций в Анапе еще не было. Краевой конкурс исполнительского мастерства среди учащихся школ искусств проходит раз в три года. Победители становятся губернаторскими стипендиатами. В этом году конкурс пройдет в Анапе в апреле. Чтобы попасть на этот престижный конкурс, юным артистам нужно пройти муниципальные и зональные отборочные туры. Ансамбль конфетти представит Анапу. Создатель и бессменный руководитель ансамбля конфетти Елена Пилипчук волнуется. Хотя ее воспитанники занимают на краевом конкурсе исполнительского мастерства, как правило, только призовые места. Три года назад у нас Валерия Клинцова стала губернаторской как раз стипендиаткой. Она завоевала первое место. Шесть лет назад мы стали обладателем гран-при Виктория Тищенко. Она была признана лучшей балериной края. На зональный тур, который будет проходить в эти выходные в Геленджике, ансамбль подготовил 23 номера. По условиям конкурса каждая солистка исполняет три вариации, либо три номера разнохарактерных. А солисток конфетти выставляет шесть. Мы долго готовимся, сейчас репетиции каждый день, и мы ожидаем хороших результатов. Две возрастные категории ансамбля покажут пять номеров. Это практически целый концерт. Знаменитая шапиньяна, хорошо знакомая анапскому зрителю. Этой вариацией открываются многие концерты на сценах нашего города. Конечно же, полюбившийся зрителю танец на катке. Елене Пилипчук удалось добиться от исполнительниц номера удивительного слияния движений фигурного катания и балетных па. Младшая группа представит мини-спектакль на полянке, но по времени укладывающийся в размеры одного номера и весьма веский по содержанию. И еще один танец, это премьера, учат в школе. В солистке ансамбля покажут несколько танцев из балета «Фея кукол». Так что зрителям и жюри в Геленджике на зональном этапе конкурса будет совсем не скучно смотреть выступления юных артистов из Анапы. Мы стараемся и хотим победить, но год у нас очень сложный. Сложный почему? Потому что так эта весна совпала и с подтверждением звания образцового и народного коллектива. А у меня их два. И ансамбль конфетти, и народный ансамбль империя. Вот этот вот два тура краевого конкурса среди школы искусств края. И, конечно же, самое значимое для нас мероприятие – это подготовка к 20-летнему юбилею нашего ансамбля, который состоится 25 апреля. И мы, конечно же, хотим всех порадовать своими только новыми работами. Образцовый хореографический ансамбль танца конфетти готов блеснуть на краевом конкурсе отшлифованными балетными номерами. В Анапе стартовали пятидневные учебно-тренировочные сборы Федерации карате «Шинке Кушенкай». Каратисты под руководством лучших инструкторов будут постигать тайны восточного единоборства. В программе сборов – утренние пробежки по горным лесным массивам, мастер-классы от вице-чемпиона мира по карате. Вадим Родин побывал на одной из тренировок. Вот так вдали от цивилизации, без телефонов, планшетов, телевизоров и ноутбуков. На базе санатория «Энергетик» в долине Суко проходят учебно-тренировочные сборы по карате «Кюка Шинкай». Связь с родителями только через инструкторов. Все это для того, чтобы юные каратисты ни на минуту не отвлекались от тренировок и познания всех тайн древнего боевого искусства. «Они живут в режиме, у них по две тренировки, зарядка, то есть они подготовятся физически, сейчас за эти сборы очень сильно, потому что на тренировках иногда не хватает, учеба, пропускают, заболели, а сборы именно готовят всегда, за короткий срок можно быстрее научиться карате. И эти сборы однозначно учат и дисциплине, то есть дети за собой, я знаю, следят, учатся убирать и постель, там порядок был в номерах». Тренировки проводит Сергей Плеханов, серебряный призер чемпионата мира по карате. Заниматься карате он начал с 12 лет, до этого была борьба и легкая атлетика. Сейчас Сергей Плеханов один из немногих, кто занимается развитием направления «Кюка Шинкай» в Краснодарском крае. Карате в умелых руках грозное оружие и отличная гарантия безопасности для его обладателя. «И поэтому, конечно, детям ни в коем случае нельзя это применять на улице, потому что это чревато последствиями. И у нас жесткая дисциплина, то есть как бы учим детей дисциплине. Но я знаю, что даже сегодня наши дети, которых где-то обижают их старшие классы, они всегда дают отпор». «Кюка Шинкай» не является исключительно мужским видом спорта. Занимаются и хрупкие девчонки. Софья Смирнова за три года тренировок достигла хороших результатов. На соревнованиях в Геленджике завоевала две бронзовые медали. «Я сюда не сама пришла, а меня сюда бабушка записала. Карате я хотела заниматься с самого детства. Как бы я по телевизору ее видела, и вот бабушке сказала. А раньше я ходила на танцы. Там было неинтересно». С тех пор, как санаторий обзавелся собственным спорткомплексом и перешел на круглогодичную работу, различные федерации провели в СУКО тренировочные сборы. А в начале мая здесь пройдет открытый чемпионат Краснодарского края по боевым единоборствам. Казачий бой, армейский рукопашный бой, айкидо, тэквондо, ушу, кунг-фу. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около тысячи спортсменов. Это все новости на сегодня и в завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 28 марта в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха в дневные часы 9-11, ночью плюс 8 градусов по Цельсию. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 10 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48323.